Так, всем здравствуйте, с вами брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Дмитрий Шагардин, наш традиционный видеобрифинг Фрэш. Напоминаю, в 9.45 Василий Декенко сделал ставки на открытие торгов в Москве в видеобрифинге Эспрессо традиционного. В 1 часах Андрей Архипов краткосрочно, расклад сил на срочном рынке, рынке фьючерсов и опционов. Сейчас у нас 12 часов и в 5 часов мы с Василием будем подводить предварительные итоги этого дня на нашем традиционном пятничном файфоклоке. Тут действительно, наверное, полчаса мы потратим на это. И в 17.30 видеобрифинг Олега Крота. Ставки сделаны торговой идеей по российским голубым фишкам. А сейчас давайте перейдем к рабочему столу и смотрим на то, как развивается ситуация сейчас на мировых фондовых площадках к текущему моменту. Давайте начнем традиционно с Европы. Сводный фондовый индикатор крупнейших 50 европейских компаний подрастает на 0,3%, хотя открытие прошло на отрицательной территории и настроение несколько улучшается к текущему моменту в Европе. Финансовый сектор в Европе смотрится лучше рынка и уже не первую сессию подряд мы это наблюдаем. Ситуацию, когда финансовый сектор, который распродавали очень сильно в предыдущие дни, очень неплохо подрастает восстанавливать свои позиции. Гонконгский хангсенг в Азии закрыл буквально пару минут назад торговлю почти трехпроцентным ростом. Австралия закрыла сегодняшнюю торговую сессию роста на 0,2% и почти на процент вырос Nikkei 225-й японский. Ну, Америка вчера продемонстрировала очередное ралли, мы, в общем-то, о нем говорили, его ждали, об этом чуть позже поговорим, когда будем смотреть на график индекса S&P 500. Фьючерсы на американские индексы перед важной статистикой, которая будет опубликована сегодня в 16.30 по московскому времени, подрастают на символический 0,1% и внутриденная картинка здесь особо не меняется в течение дня. Несмотря на то, что мы видим такие сильные волны, на самом деле изменения минимальны, плюс-минус 0,1% по фьючерсу на индекс широкого рынка S&P 500. Поэтому здесь ситуация относительно спокойная, без каких-либо особых волнений. На рынке нефти более-менее хорошая картина, что говорить, картина очень даже приятная. Несмотря на то, что котировки по бренду сейчас в легком минусе, WTI в легком плюсе, абсолютные значения 105,5, очень привлекательные для покупки акций российских нефтяников. И WTI 182.60, я напомню, совсем недавно нефть стоила по 100 долларов за баррель, даже ниже 99 уходила буквально пару дней назад. Помимо рынка нефти подрастают и драгоценные металлы, здесь восстанется спрос на золото 1658 долларов за тройскую функцию. По моему мнению, золото восстанавливает свою функцию защитного актива. Деньги возвращаются, ликвидность сейчас на рынках есть, и в банковской системе, и в европейской в том числе. Поэтому мы наблюдаем сейчас рост золота вместе с ростом фондовых рынков. Но я думаю, что не зря мы сейчас наблюдаем этот рост. В общем, давайте посмотрим на некоторые графики. Действительно представляют определенный интерес. Давайте начнем с нефти, раз уж мы на ней закончили. Котировки нефти, дневной график по бренду. Мы в недавних видеобрифингах говорили о том, что оттолкнулись мы от линии долгосрочного восходящего тренда в районе 100 долларов за баррель. Отмечали, что вряд ли сходу мы проведем эту отметку в 100 долларов с хвостиком. И так и получилось. Развернулись мы в рамках этого нисходящего канала, который на ваших экранах соображен красным нисходящим диапазоном. И сейчас вплотную приблизились к верхней границе этого канала, что создает некое сопротивление для дальнейшего роста по нефти. И плюс мы отработали 38% от снижения, которое мы наблюдали с максимумов августа до минимумов сентября. Поэтому техническое сопротивление безусловно сейчас присутствует в нитивных котировках. И мы видим, что сегодняшний день как раз таки вчерашний день закончился на этих уровнях. И сегодняшний день мы особо не можем идти ни выше, ни ниже. Болтаемся в рамках этого уровня. Ну, скорее всего, если уж верьте с графиком, то все-таки я бы ждал отскока вниз. Отскока вниз. В случае роста, который я, честно говоря, не ставлю на него сейчас в данном случае, возможен рост до отметки 107,5 долларов. 107,5-108 долларов. То есть картинка по нефти у нас оставляет много вопросов. На самом деле тут есть возможность к снижению. Далее. Индекс доллара. Этот самый индекс доллара, о нем мы тоже говорили в последнее время. Индекс доллара практически отработал свое движение в рамках канала восходящего. В рамках восходящего канала. И сейчас он находится буквально в практически 0,3% от нижней границы своего канала восходящего. После чего очень вероятен отскок вверх. Потому что очень трендовая торговля мы наблюдаем по индексу доллара. И, в общем-то, рост этого индекса будет означать всецело уход опять от рисков. Спрос на американскую валюту и продажу единой европейской валюты. Поэтому здесь коррекция практически завершена. И тоже здесь ставим большой знак вопроса, куда все это дело пойдет. Ну, скорее всего, судя по технике, пойдет наверх. И это может оказать некое давление. График индекса S&P 500. На него мы смотрим с особым пристрастием. Фондовая ралли мы наблюдаем уже три сессии подряд. Буквально в этот вторник мы тестировали минимумы чуть ли не этого года. Удержались в рамках очень важной отметки в 38% от снижения. И, в общем, отскакиваем уверенно вверх от уровня 1100 пунктов по индексу S&P 500. И за три дня мы сумели вырасти на 6% по индексу S&P 500. Очень впечатляющая динамика. Но она не столь впечатляющая, как мы наблюдали это совсем недавно. Мы несколько раз наблюдали уже эти движения очень сильные. И тут можно несколько каналов, в общем-то, рисовать и по S&P. Сегодня вот такой канал я на своем графике показываю, согласно которому мы, в общем-то, подошли к важному уровню сопротивления. И, скорее всего, верхняя граница этого канала. И, скорее всего, мы можем даже развернуться вниз от этих уровней. Плюс, учитывая то, что в понедельник Америка не будет работать. И, возможно, сегодня постараются зафиксировать некоторые позиции длинные участники торгов. Но я не исключаю движение, по-прежнему не исключаю движение индекса S&P до отметки 1180 пунктов. Здесь я вижу процентный рост от текущих уровней, после которого, наверное, буду ждать все-таки разворота вниз. Я не исключаю, что в случае выхода хороших данных по non-farm payroll, сегодня в 16.30, мы сможем легко протестировать этот уровень, прибавить процент по S&P. Но затем, возможно, все-таки фиксация прибыли как раз-таки на том, что в понедельник Америка будет закрыта в связи с проведением национального праздника. Вот такая картинка из довесок. В довесок хотелось бы показать график доллара, доллара пары евро-доллар. Здесь также картинка складывается очень-очень интересно. Дневной график мы с вами сейчас будем наблюдать на экранах. И здесь тоже трендовая торговля, которую мы наблюдаем с начала сентября. И здесь мы также подошли к верхней границе нисходящего канала, что тоже создает нам некие предпосылки для разворота текущей тенденции. Мы видим, что сегодня мы протестировали верхнюю границу, и сейчас в таком неопределенном состоянии находимся. Вот, в общем, такая картинка складывается очень интересно. И это дает возможность сделать предположение, что все-таки стоит прикрыть позиции, возможно, перед выходом сегодняшних данных по Non-Farm Perils. Мы с Василием подробно в 5 часов разговаривали вчера в Дневном Фрэше. Мы очень подробно рассказывали про важность сегодняшней статистики, которая будет опубликована в 16.30 по московскому времени. Данные по изменению числа занятых в вне сельскохозяйственном секторе, в частном секторе, промышленном секторе. С каждым днем поднижаются прогнозы по этому числу. Если буквально пару дней назад 60 тысяч ожидали экономисты от Non-Farm Perils, сейчас рынок уже ждет 55 тысяч. В общем, записи, послушайте нашего вчерашнего 5-клока, мы описывали свои изменения, свои ожидания, точнее. Напомню, что по итогам августа мы получили ноль, то есть никакого прироста по новым занятым. Сейчас рынок ждет некого отскока вверх. Мы все-таки склонны с Василием ждать цифр в рамках ожиданий. Может быть, ну, тут может быть всякое на самом деле, всякое-всякое может быть, поэтому рекомендуем перед 16.30 вообще закрывать все позы и шарты, и ланги, встречать данные, и после этого выстраивать новые торговые стратегии, потому что мы считаем, что в момент выхода данных реакция на рынке будет безусловна. Будет безусловна. С учетом того, что мы очень неплохо подросли из-за предыдущей торговой сессии, и в случае выхода не очень хорошей статистики может быть резкий откат вниз, и поэтому я бы предостерегся, на самом деле, предостерегся. Индекс ММВБ сегодня мы, давайте сейчас посмотрим на графике, продолжаем свой рост, почти 3% индекс ММВБ прибавляет, и достиг важного технического уровня в 61% движения, которое мы наблюдали в последние дни с коррекцией с конца сентября по октябрь. Действительно очень важный технический уровень, и, скорее всего, до 16.30 мы не сможем уйти существенно выше тех уровней, то есть 1350, скорее всего, мы замрем на этой отметке до 16.30, и, возможно, даже чуть-чуть пониже будем, но, я думаю, не будет каким-то существенным движением, и 16.30 определит вторую половинку дня на российском фондовом рынке. Но, опять-таки, напоминаю, в понедельник Америка не торгуется, и это создаёт предпосылки для фиксации позиций тех игроков, которые покупали на минимумах и заработали очень неплохо на этом подъеме, который мы с вами наблюдали, и который мы уже с Василием, о котором говорим уже три дня подряд. Три дня подряд, несмотря на то, что вот этот день, это, получается, у нас было 5 октября, ждали мы роста, но этот рынок закрылся лёгким минусом, тем не менее предпосылки для роста у нас создались ещё в тот момент, и мы продолжаем подрастать, и важный технический уровень тестируем. Поэтому день сегодня будет очень интересным, очень интересно, в 16.30 всё-таки очень важные события будут происходить. По поводу вчерашних заседаний ЕЦБ и принятых решений мы тоже вчера обсуждали, я думаю, будем в 5 октябре подводить итоги ЕЦБ. Я напомню, запуская из ЕЦБ свою программу количественных смягчений на 40 миллиардов евро, Банк Англии вчера тоже принял решение продлить своё КУЕ на 70, добавив к нему 75 миллиардов фунтов. Сегодня выходила очень интересная статистика по ИПФР, традиционные еженедельные данные по притоку оттока капитала, притоку оттока капитала в фондах, инвестирующих в акции российских эмитентов. И вот согласно данным Emerging Portfolio Fund Research по недельному притоку оттока, мы получили за предыдущую неделю отток капитала в размере 73 миллионов долларов из акций российских эмитентов, то есть иностранные фонды вывели за прошлую неделю, ну, с четверга по четверг, получается, у нас 73 миллиона долларов, что очень на самом деле даже неплохо. Я напомню, что на прошлой неделе отток составил 443 миллиона долларов, очень сильный отток, второй по величине за этот год. Я напомню, что на нашем графике мы представляем данные по притоку оттоку с начала 2011 года, то есть каждый бар на данном графике представляет собой недельный приток отток средств. И черной линией у нас обозначен движение индекса ММВБ. Тем самым, судя по этому графику, легко можно понимать и анализировать движение фондовых рынков в зависимости от притока оттока иностранных средств в акции российских эмитентов. Если в начале года мы видели очень серьезный приток по этому показателю, и мы видим, что пики фондовых рынков, в данном случае индекс ММВБ совпадал с пиком притока средств из иностранных фондов в российские акции. И аналогично сильнейший отток, который мы наблюдали совсем недавно, в августе, привел к очень сильному обвалу на фондовых рынках, как в октябре, так и в сентябре. Мы наблюдали очень сильные оттоки и очень сильные провалы по фондовым рынкам. Ну, сегодняшние данные, на самом деле, внушают некий оптимизм. Всего лишь 73 миллиона было выведено. Это значит, что прекратился отток средств, и, возможно, у нас действительно будет наблюдаться некая стабилизация на текущих уровнях по российскому рынку, несмотря на то, что в средней срочке я бы не был действительно пока еще оптимистом, еще не решены проблемы Европы, еще всякое может быть, еще может быть сильный провал, но текущая консолидация все-таки внушает некий оптимизм. И с начала года все-таки российские акции привлекли от иностранных фондов 773 миллиона долларов, что является лучшим показателем среди развивающихся рынков. То есть пока все действительно еще не так трагично, как многие это рисуют, но в среднесрочной перспективе я бы поставил большой знак вопроса ввиду нерешенности проблем европейских, которые могут, к сожалению, не решиться и усугубить очень сильную ситуацию. Но пока все неплохо. Таким образом, давайте сделаем вывод. 16.30 крайне важная статистика. Перед этой статистикой рекомендую закрывать любые позиции. Шартовые, ломговые, неважно, встречать данные и после этого выстраивать новую стратегию. Ну, на этом давайте будем завершать наш дневной брифинг. Всем большое спасибо за внимание. В чате будут еще 5-10 минут читать нашу аналитику на сайте broker.kf.ru. Видеозаписи все выкладываются на сайте youtube.com.broker.kf, наш канал в YouTube. Ну, всем большое спасибо. Всем до встречи в 5 часов. Мы с Василием будем подводить эту неделю.